Время новостей на Вектор ТВ. В студии работает Юлия Рубцова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. С заботой о детях глава Новополоцка вместе с общественными организациями и предприятиями города поздравил семьи с Днем защиты детей. 26 лет ожидания. В МИОРах торжественно открыли долгожданный объект – районную больницу. Инклюзия меняет не только людей, но и здания. После ремонтных работ в рамках масштабного инклюзивного проекта открылся городской дворец детей и молодежи. Поздравить тех, кто в этом особенно нуждается. Активисты Союза молодежи поздравили воспитанников социально-педагогического центра с Днем защиты детей. К победе ползком в День защиты детей. Груднички-спринтеры показали, на что способны. По-настоящему горячо и жарко было сегодня на площади строителей. Соревнования по пожарному кроссфиту собрали команды почти со всей Беларуси. Сейчас об этом и не только расскажем более подробно. В День защиты детей глава Новополоцка Дмитрий Демидов вместе с городскими организациями Белорусского союза женщин, Общества Красного Креста и администрации завода «Полимер» посетил семьи и поздравил юных новополочан с праздником. Здравствуйте! Какая замечательная семья! Уважительное приветствие, теплые слова и поздравления. Почетные гости в семье Александра и Анны Александровичей, где имена любимых детей, так же, как и их родители, начинаются с буквы «А» – Артемий, Арсений и Амалия. Ну, вы знаете, у вас очень такая запоминающаяся фамилия, отчество. Все на 3 «А». Ну, в алфавите у нас много было вообще-то, поэтому я думаю, что на этом… А, не останавливаться. Да, не останавливаться. Хотя еще и имен на «А» и для мальчиков, и для девочек очень много. В первый летний день в Новополоцке уже традиционно городская администрация совместно с общественными организациями и представителями городских предприятий поздравляют новополоцкие семьи с добрым и таким важным праздником. Днем защиты детей. Пожелания здоровья, успехов, благополучия и искренняя добрая беседа об интересах, планах и успехах новополоцкой семьи. И, конечно же, общее фото на память. Вообще, всю семью, наверное, объединяет любовь к детям, наверное. И мы всех любим. Любим детей очень, поэтому так и получается, что все вокруг них вертится, кружится. И поэтому… О, так хорошо нам, да? Да. Поздравляем всех детей и родителей тоже с этим днем замечательным. Берегите деток, любите их. Самое важное, чтобы они росли счастливые, здоровенькие. В общем, всех-всех с праздником. Следующий адресат – семья Александра и Ольги Коротких, которые воспитывают двоих детей – Матвея и Полину. Девочку с ограниченными возможностями, но с неограниченными талантами и жизнелюбием. Пожелания от главы города – самые искренние. В первую очередь, конечно, здоровья, успехов в учебе, чтобы маму с папой, безусловно, радовала, чтобы все получалось, все, что задумала. Для этого есть все возможности. Спасибо большое. Спасибо огромное. Дружная семья Коротких посещает все культурные мероприятия города и старается активно путешествовать. Последняя поездка в Санкт-Петербург. Матвея учится в 11-й школе, Полина в 8-й. Здесь ее очень любят, ценят и поддерживают. Это вообще уникальная школа. Где бы мы ни были, в силу того, что мы вечимся, где ты в больницах, мы рассказываем про нашу школу, никто не верит. Наверное, такого плана школа столько всего удивляется. Может быть, в Минске, ну и вот в Новополоцке. Подарки, угощения и весенние цветы. Но самое главное – внимание, добрые слова и забота. Со стороны администрации города, городских организаций и общественных объединений в этот день нашли всех своих адресатов. Ведь только объединяясь и помогая друг другу, наш мир становится добрее. Виктория Клементьенок, Артем Табаков, Вектор ТВ. 26 лет ожидания. В МИОРах торжественно открыли долгожданный объект – районную больницу. Несколько корпусов, современное оборудование, комфортные условия. Перерезать красную ленту и оценить новый объект – прибыли многочисленные делегации со всей области и почетные гости. Красная лента еще не перерезана. У главного входа в новый объект – торжественная церемония. Здесь благодаря тех, кто принимал участие в возведении больничного городка. Это 26 строительных и проектных организаций, в их числе и новополоцкие представители. События, конечно, действительно колоссальные. Как уже было сегодня неоднократно сказано. 11 зданий, некоторые, которые конца 19 века постройки. Конечно, это было не самое лучшее для того, чтобы сегодня наши жители получали современную медицинскую помощь. Сегодня здесь сделано все возможное. И невозможно стоит самое современное оборудование. Созданы прекрасные условия для медицинского персонала. Надо сегодня действительно только работать. Есть возможности для того, чтобы сегодня, ну, на самом высоком уровне оказывать медицинскую помощь. Центральная районная больница. Ее строительство началось в 1992 году. Стройка продвигалась медленными темпами, пока пару лет назад объект не был включен в республиканскую программу. Распоряжение главы государства ввести больницу в строй не позже мая 2018 года. Средства поступали из республиканского и областного бюджетов. Строительные работы кипели круглосуточно. И сегодня здесь уже первые пациенты. Пищеблок, административно-хозяйственное здание и шесть отделений на 80 коек. Уютные помещения и современное оборудование. Мы получили хороший рентгеновский аппарат цифровой. То есть он позволяет возможность без пленочной работы и работы видеть сразу в кабинете врача другого отделения, что делается, когда пациент только проходит рентгенографическое обследование. Мы получили хорошее оборудование для клиникодиагностической лаборатории, биохимический анализатор, гематологический анализатор мочи, что позволит как более качественно и более быстро делать анализы, так и значительно расширить спектр вот этих анализов. Комплектация отделений еще продолжается. В ближайшее время здесь ожидают получить лапароскопическую стойку для малоинвазивной хирургии. По первому слову техники оборудовано родильное отделение. В больнице имеется кювес экстракласса для выхаживания недоношенных детей. И примечательно, что в мае здесь, в стенах новой больницы, на свет появилось уже трое малышей. Александра Качан, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Открытый турнир по пожарному кроссфиту на призы генерального директора Открытого акционерного общества «Нафтан» среди спасателей пожарных подразделений МЧС Республики Беларусь прошел в Новополоцке. Соревнования приурочены к 60-летию города. На турнире побывала и наша съемочная группа. Многоборье для настоящих мужчин. Горячие состязания прошли на площади строителей на призы генерального директора Открытого акционерного общества «Нафтан». Спасатели пожарные практически со всей Беларуси приняли участие в открытом турнире по пожарному кроссфиту. Это и команда из Гродно, из Могилева, Бобруйска, Речицы, Мозыря. Ну и наши две команды. И команда отряда специального назначения. Пасо «Витязь» и республиканский отряд специального назначения. То есть представительство очень широкое и достаточно профессиональное, потому что действительно в наших объектовых подразделениях сосредоточены самые сильные, самые профессиональные ребята. Среди таких профессионалов Сергей Щербатых – уникальный человек и спортсмен. В прошлом году в соревнованиях он показал лучший результат. Прошел полосу препятствий за 2 минуты и 5 секунд. В этом снова установил личный рекорд – минута 53 секунды. В системе МЧС Сергей Щербатых уже 15 лет. Говорит, что именно опыт и хорошая физическая подготовка помогают побеждать. Основополагающим здесь фактором является опыт. На втором месте, конечно, уже стоит эта тщательная, кропотливая работа и подготовка. Как в своих физических качествах, моральных, психологических и так далее. Эта трасса, конечно, является сложной, так как в ней собраны все основные элементы, которые представляют собой особую, требуют особой силы, методики, особой техники выполнения. Наравне с настоящими пожарными в этот день соревновались и дети. Для них была подготовлена облегченная боевая полоса. Работали игровые площадки. Кроме того, они с большим удовольствием примеряли экипировку спасателей пожарных. Кто знает, может кто-нибудь из ребят уже определился с выбором будущей профессии. Одним словом, праздник в День защиты детей удался. А по итогам соревнований в общекомандном зачете победу одержал пожарно-аварийно-спасательный отряд 1 Новополоцкого отдела по чрезвычайным ситуациям. Виктория Клементьенок, Артем Табаков, Вектор ТВ. Развивать творческие способности без барьеров. В рамках проекта «Новополоцка. От инклюзивной школы к инклюзивному городу», который реализуется в Новополоцке уже второй год, после адаптации под потребности ребят с инвалидностью открылся городской дворец детей и молодежи. Готовились, преображали, успели. Первый летний день для Дворца детей и молодежи оказался праздничным вдвойне. В волнительном ожидании перед красной ленточкой руководство города, дворца, партнеры. Адаптация учреждения стала возможной благодаря проекту «Новополоцка. От инклюзивной школы к инклюзивному городу». Он реализуется уже второй год. Хочется сказать, что в рамках проекта уже действительно многое сделано. Недалеко от Дворца детей и молодежи в восьмой школе запущен в эксплуатацию лифт для свободного перемещения для ребят с ограниченными возможностями. Ребята получили полноценное право перемещаться по всем кабинетам в рамках сетки расписания посещать все уроки. Если же ребята совсем не могут посещать школу в силу своих каких-то физических возможностей, в школе сегодня открыто функционирует дистанционный класс обучения. Ритуалы торжества выполнены. Пора оценивать работу. Основная сразу перед гостями. Изменился главный вход во дворец. Широкий и самое важное безбарьерный. Теперь он с западной стороны. А вот в этом просторном зале еще витает запах краски. Здесь ребята будут заниматься бокалом, декоративно-прикладным творчеством и, кстати, осваивают танцы. Специальное гомогенное покрытие не станет преградой для коляски. Самая главная задача этого проекта – это для того, чтобы ребята с инвалидностью могли беспрепятственно посещать наш дворец, участвовать вообще в организации мероприятий, быть зрителями и участниками наших концертов, могли принимать участие в работе наших объединений по интересам, потому что на сегодняшний день у нас таких воспитанников 18. Но здесь уверены – их количество увеличится, ведь инклюзивную ориентацию приобрел и актовый зал. Появились поручни и места для колясочников. Теперь можно без проблем попасть и на сцену. А это уже санузел, специально оборудованный с расширенными дверными проемами. На все ремонтные работы затрачено более 20 тысяч евро. Финансовая поддержка Европейского Союза. И теперь во дворце с надеждой ожидают, что территорию вокруг учреждения тоже удастся сделать безбарьерной. В День защиты детей новополоцкие активисты Белорусского Республиканского Союза молодежи подарили праздник тем ребятам, которые особенно нуждаются в поддержке взрослых – воспитанникам городского социально-педагогического центра. На детском празднике побывала и наша съемочная группа. Дарить детям улыбку, радость и только хорошее настроение – такую цель поставили перед собой активисты Новополоцкой городской организации Белорусского Республиканского Союза молодежи. В этот день – Всемирный день защиты детей – молодые люди поздравили воспитанников социально-педагогического центра. Ребята пришли не с пустыми руками. В подарок – канцелярские принадлежности, игрушки и большой торт. А воспитанники социально-педагогического центра, в свою очередь, подготовили для гостей целую концертную программу. В этот день им важно подарить заботу, любовь и вот для этого мы сегодня здесь. В первую очередь ребятам нужна любовь, внимание, забота, потому что со стороны государства они уже, получается, защищены очень сильно, а вот именно материнской любви, родительского тепла им немного не хватает. Поэтому это наша основная сегодня задача – прийти, подарить настоящий праздник. Эта встреча прошла в рамках городской благотворительной акции «День защиты детей» вместе с Белорусским Республиканским Союзом Молодежи. Поздравления от молодежи в эти дни получили также воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и дети из семей, которые сегодня нуждаются в особом внимании и поддержке. Свою лепту в это благое дело внесли активисты из числа молодежи, ряда предприятий, учреждений и организаций города. Карина Херсан, Артем Табаков, Вектор ТВ. На старт, внимание, ползи! В День защиты детей малыши и карапузы Новополоцка вышли на беговые дорожки. За массовым забегом спринтеров-грудничков наблюдала Ольга Баранова. Шуметь и кричать? Разрешается! Допинг в виде пустышки? Пожалуйста! Бег в ползунках, наверное, единственное соревнование в мире, где за это не ругают. А в остальном все как в большом спорте. И это несмотря на совсем юный возраст карапузов. Им от шести месяцев до года. Малыши преодолевали четырехметровую дистанцию ползком. Как достичь финиша? Родительская смекалка в помощь, а точнее, любимые игрушки, телефоны, книги ускоряли бегунов как могли. Мы первые долгожданные, любимые. Очень ждали. Ну, начал ползать, наверное, в месяцах 9. Эмоции просто же зашкаливают. Ну и мне, конечно, хотелось бы спасибо большое сказать администрации, которая организовывает подобного вида мероприятия. Это праздник в нашей семье. У нас четверо детей, но на такой праздник нас пригласили впервые. Это наша Стефания, самая младшая крошка. Ей шесть месяцев. Она очень вообще быстрая. Вот, поэтому и неудивительно, что у нее сегодня был особый приз. Димит. Ему 9 месяцев, ползать начал 8. Эмоции какие? Понравилось? Очень. Побольше бы таких мероприятий. Участниками бега в ползунках в этот раз стало более 20 малышей. Их организаторы, а это детская поликлиника и профсоюз городской больницы, не без улыбки отмечают. Рады, что такая традиция продолжается. Она у нас живет уже порядка 10-й раз, 10-й год. Она себя оправдала, потому что есть заинтересованное. Мы собираем своих маленьких детишек. Приходят родители, бабушки, дедушки, братья старшие, сестрички. Все хотят поболеть, порадоваться, поулыбаться, получить порцию позитива. Призы достались абсолютно всем карапузам, а вот победа только самым сконцентрированным. Новый рекорд 4 метра за 14 секунд. Ольга Баранова, Артем Тубаков, Вектор ТВ. Спасибо, что пришли. Еще немного информации. 5 июня день памяти святой Ефросиньи Полоцкой. В честь этого события пройдет крестный ход в Новополоцке. Он начнется в 10 часов от прихода храма иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Верующие пройдут по улице Молодежная до остановочного пункта Калинина. Далее на автобусах можно будет переехать в Полоцк. Там крестный ход продлится до Спаса Ефросиньевского монастыря. На сегодня все. Если вы что-то пропустили, программы Вектор ТВ доступны для просмотра на официальном сайте Новополоцка и на YouTube-канале телерадиокомпании Вектор. Также оперативно следить за событиями городской жизни можно и в нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что были с нами. Хороших вам выходных. По прогнозам синоптиков, в субботу 2 июня в Новополоцке будет ясная погода без осадков. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 13 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. В воскресенье 3 июня ясная погода без осадков. Сохранится ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин